Хоу, хоу, хой! Всех с наступившим Новым Годом и насрать, что уже апрель. Возможно. Я не знаю, просто я сейчас на Гавайях, и смотрите, какая здесь красота вокруг, а? В Новый Год нужно влетать с позитивом, и желательно делать это на удобном устройстве пространственного маневрирования. Абордажный крюк, крюк-кошка, зацеп, грапплинг-хук, граппл. Каким бы названием я ни пользовался, суть остаётся одна. Это приблуда с приколюхой на верёвке, которая цепляется за твёрдую точку в пространстве, после чего верёвка тянет владельца в сторону приколюхи. Эта приколюха и называется крюком. А кошка, потому что оригинальный абордажный крюк был похож на кошачьи когти. Суть девайса одна, но его реализация может быть разной. Сегодня я взял несколько игр, в которых есть грапплинг-хук. Отбирал я их по категориям мультиплеерный шутер, но вскоре перешёл на методику похуй плюс поебать. А начну я свой маленький эксперимент с респауновских Титанопада и Арих Ледженса, и возьму представленный в них крюк за базу, основание и среднее значение, от которого будем двигаться в сторону лучше или хуже. Без каких-либо чётких критериев, без оценки в баллах, чисто по ощущениям. По моим ощущениям, естественно. Так вот, Титанопадовский хук — это база того, каким должен быть крюк-кошка как минимум. Кроме стандартной функции притянуться к точке в пространстве, Titanfall позволяет легонько менять направление вращения во время полёта. Можно лететь по прямой, можно по дуге снизу, сверху, крениться влево или вправо, вырисовывая собой дугу. Таким образом, за счёт момента можно набрать хорошее ускорение и улететь ещё дальше, чем после обычного отскока. Плюс на руку играет физика Сурса. Движок, конечно, сильно модифицирован в сравнении с версией, что использует Valve, но приколы типа АБХ, серфа и прочих спидранерских трюков теоретически в Титанах и Апексе возможны. Но в реализации они значительно труднее. В Титанопаде движение — это жизнь, а потому тот, кто умеет пользоваться крюком и летать по карте со скоростью света, достоин находиться над лабиринтом. Ну и стрелять при этом тоже надо уметь. Кроме всего, крюк позволяет зацепить противника, тем самым не только притянуть его к себе, но и самому начать лететь на него, чтобы прописать с двух ног по лицу. А кулдаун зависит от преодолённого расстояния, чтобы не было тупых штрафов к передвижению. Ну, красота ж. Самые близкие крюки в плане реализации присутствуют в Halo Infinite, The Finals и Battlefield 2042. Внезапно. Крюк в Halo Infinite работает вот идентично Тайтанфоловскому. Плюс ко всему и можно подбирать предметы типа бочек, флага и... и всё в принципе. Прицепление к противнику осуществляет одностороннее подтягивание, то есть только вы подтягиваетесь к нему, а он к вам нет. А кулдауны хоть и всего пару секунд, но они постоянные, от расстояния никак не меняются. К тому же здешний крюк это пикап на 5 зарядов, что логично, потому что Halo это арена-шутер. А, кстати, забыл, им же ещё можно угонять бибики, и даже летающие бибики, это... это прикольно. Но, как говорилось в одной энциклопедии информационных технологий, чё ж ты про онлайн не сказал? Сказал, не знаю зачем. The Finals тоже идёт по пути Тайтанфола, её крюк даже немножечко мобильнее, чем у оригинала. Но, так же как и в Halo, он имеет постоянный кулдаун, но хотя бы является гаджетом и на том спасибо. Но здешний крюк не способен ни на какие взаимодействия с окружающими объектами. Это исключительно средство передвижения, но довольно хорошее. А вот Battlefield 2042, честно не знаю, зачем я привёл его в пример. Как средство передвижения, крюк в Battlefield позволяет творить то же самое, что и Тайтанфолл, то есть летать по дуге, изменять траекторию полёта и прочее. Но, откровенно говоря, из приведённых выше примеров, этот самый слабый, как минимум потому, что это вообще отдельный гаджет, который нужно доставать самостоятельно. Ну и поэтому вот расценки на первый этап, и мы идём дальше. Так, да, вы чё думали только мультиплееры? Я ж чётко обозначил, список составлен на похуй. Так вот, одержимость это довольно хорошее кино в жанре музыкальной драмы. Главные роли исполнили Майл Стеллер и Джеки Симмонс, а режиссёром выступил Дэмиан Шазелл, который впоследствии с ним... Эх, ладно, 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 я понял. Эта шутка не в твоём, сука, темпе. Но в говне ебаном реально есть рука выплыш. Падает она с В2 на уровне 4-4 после мягкой посадки. Свободно перемещаться в пространстве нельзя, крюку обязательно нужно за что-то цепляться. В данном случае это арбы. К зелёным просто притягиваемся, от синих получаем небольшой буст. Жёлтые используются, считай, как кнопки, и появились они буквально недавно. В общем, свободно по локации притягиваться нельзя, но можно притягиваться к противникам, если они большие, или притягивать их к себе, если они маленькие. А ещё можно притягивать снаряды, типа пушечного ядра, и делать вот такие штуки. Раз, два, три. Цербер по соси, у меня нету на. То есть самое каноничное описание крюка в ультракилл можно свести к тому, что это крюк Нера из DMC-5. Они литерали работают идентично. Ну и пообщему пусть он полетит вот сюда. Ну и пока мы в синглах, Риск оф Рейн 2. Казалось бы, а почему бы и нет. Погрущица, лоудер, ну это моментальный эстир. Я бы за общий мувмент накинул до хрена баллов, но общее мы не считаем. Крюк погрущица цепляется за всё. Буквально. Даже за дронов, даже за виспов, даже за... Ну, разве что за снаряды не цепляется. Общий мувмент позволяет лоудер набрать скорость, чтобы можно было устраивать спин. Вокруг оси притяжения. Во время зацепа можно атаковать, и полёт по инерции возможен. Минусы? Кулдаун. Короткий, но постоянный. Вот оценка. Где кулдауна нет, так это санаби. Ну, я даже не знаю, что сказать. Это буквально игра про крюкошку. На крюке можно раскачиваться, можно устраивать спин. Можно притягиваться, ползать по стенам, и им же можно драться. Даже не знаю, что ещё и добавить. На самом деле, да, про санаби сказать больше действительно нечего, поэтому... Поэтому перейдём козлу отпущения. Овервотч. И сразу же. Не смешите мою перхоть. Хотя, смотря в чём, ведь тут на рассмотрение у нас аж два кандидата. Вдова имеет при себе граблинг-хук, который, ну, максимально никакой. Он просто цепляется, притягивает её по прямой на 20 метров, с откатом аж в 12 секунд. Никакой манёвренности, просто притянулся, чутка подлетел по инерции, хэдшот. Ну или нет. Но ни одной вдовой едины. Кстати, классная жопа. Есть ещё хомяк, и это чмо мохнатое тоже владеет крюком, который должен признать уникален по отношению к вдове. Хэммонт не притягивается к крюку вообще. Хотя, расстояние контролируется игроком, но это другое. Он катается вокруг точки зацепа, а ки маятник. У меня очень странное представление о маятниках. Мне сложно назвать это классическим граблинг-хуком, потому что это, вероятно, и не он, но он бьёт больно. Да и вообще интересно то, что Овер как будто просто разделил один крюк на два. Этого, конечно, он не делал, но вышить это напады я его точно не поставлю. Более того, я его поставлю в самый низ. Вы слышали? А, это же снизу постучал Рейнбоу Сикси! Чой, какие люди! Ладно, заходи, будешь козлом отпущения. Весь функционал здешнего абордажного крюка сводится к обычному вскарабкиванию по стенам и прыжку в окна. Использовать эти штуки могут только атакующие, и больше этот крюк ни на что не годен. Ладно, я прикалываюсь. Конечно, я не забыл про Амару с её абордажным крюком, в котором она летит исключительно по прямой траектории, и забраться она может на крыши, выступы, или просто влететь в деревянное окно и сдохнуть нахуй от ловушки Фрастухи. Естественно, вариантов контролировать полёт нету, поэтому... Последнее место, а чё вы ещё хотели? Как бы быть главным попуском это судьба Сиджа. Кстати, о судьбе. Destiny 2. Судьбинушка порадовала своих игроков адоном Lightfall... Ладно, щё, щё. Lightfall — это первая Strand Type DLC. Ладно, давайте по-быстрому. Способность Strand заменяет здесь с собой гранату. Вообще, я стоит уточнить, что Strand — это подкласс, а как там называется хук, мне вообще поебсти. Полёты по дуге есть, условный моментум есть, а прикол ещё в том, что Strand может цепляться даже за воздух. Вот так просто. Ну, естественно, можно цепляться и за своих друзей, и за сперру, и даже за выпущенную ракету, и таким образом ломать все активности. Вообще, немного напоминает медиков, которые летали на медиганах вот так. Кстати. Да, в TF2 тоже есть абордажный крюк. Но режим Manpower вообще-то пользовательский. Ну, вообще-то он уже официально присутствует в игре долгое время. Проблема только в том, что в него никто не играет, поэтому придётся проверять на кастомном сервере. Я вот в Manpower давненько не играл, и был уверен, что этот крюк — полная херня, существующая чисто, чтобы набрать класса, как и хук из овера. Но внезапно в TF2 у него примерно бесконечная дистанция действия. Ну и у хука нет кулдауна. В принципе, это всё, чем он может похвастаться. Ставлю сюда. Ну и напоследок Fortnite. И опять же, с чего бы начать. Ну, в Fortnite есть присоска с Вантузом, и... но это полное говно, давайте честно. Есть её другая вариация — это лук с присоской, и она уникальна только тем, что это лук, но работает примерно так же. А далее у нас есть перчатка, которая по дефолту просто перчатка, но раньше это была перчатка Спайдермена, или ещё какая-то там из коллабораций, я уже не помню. И вот это, если честно, один из лучших грапплинг-хуков, который только можно представить. Ну, во-первых, когда ты его находишь, у тебя 30 зарядов этой херни. Работает он буквально как паутина Спайдермена, потому что изначально он именно в этом виде и появился. И летать на него можно вот практически бесконечно, но пока у тебя заряда не кончится, потому что кулдаун наступает только, когда твои ноги касаются земли. И этот кулдаун также зависит от преодолённого тобою расстояния. Один из лучших вариантов хука в принципе. Но у нас есть ещё, кстати, тот, который действует сейчас в пятой главе первом сезоне. Это граппл-клинок, который можно использовать как оружие, которое сомнительное, но окей. Ну, а как сам хук, он летает, да, исключительно по прямой, им можно прицепляться за противников, и это будет наносить им небольшой урон. У крюка всего 4 заряда, которые, конечно, достаточно быстро кдшатся. Ну и зацепившись за стену, ты себя ногами ещё чуть отталкиваешь, подбрасывая себя вверх, что помогает забираться на труднодоступные места. И в текущем сезоне этот крюк работает отлично, но лучше всех работал только тот, который я, ну, практически не застал, потому что в том сезоне очень мало играл. К сожалению. Потому что это УПМ из атаки титанов. Ну, во-первых, аж две точки крепления. Во-вторых, достаточно большой заряд, чтобы держать его, ну, примерно всю катку. Невероятно удобное маневрирование, а также возможность притянуться к противнику и начать его бить мечами. Ну и за такое разнообразное количество крюков, и причём таких хороших, ставим Fortnite на первое место, и заключаем, что лучший грапплинг-хук всё ещё в форме Сармагеддон.